Идут сплошные дожди, до этого стояли туманы, стояла теплая погода и были туманы. И в этот момент бывает разгул мученистой росы. Как же быть? Вот сейчас у нас небольшое солнышко вышло, обработки сейчас фунгицидами бесполезны, потому что идут дожди. Какое средство есть срочное такое, типа аспирина, знаете, при простуде? Это сода, хлебная сода, обыкновенная сода. Вот я беру соду, обыкновенную соду, вот сода пищевая, видите? Вот, 2 столовые ложки соды сюда, 2-3, можно и 3, ну или сгороют. 2, ну вот так вот, 3 столовые ложки соды заливаю горячим кипятком. Вот сейчас я залью кипятком горячим. Наливаю побольше, для чего? Для того, чтобы розы наши не испытывали стресс от холодной воды, то есть водичка будет теплая. Сейчас хорошо размешать надо это все дело, подольше мешайте, чтобы хорошо растворилась сода. Полностью она не растворяется, доливаем до 10 литров водой. 3 столовые ложки на 10 литров. Вот, доливаем водой и идем обрабатывать свои розы. Продают сейчас от мученистой росы чайно-гибридные розы. Вот, выглядит это таким образом. Сначала поражаются листья, на листьях налет, белый, видите? Как будто это пылью осыпан. Кто не знает, что такое мученистая роса, как ее отличить. И переходит она на бутоны. Вот возле бутона, видите? Потом бутон начинает коричневеть, здесь вот ножка, и будет гнить. Бутон гниет. Но обработки неделю у нас плохая погода уже, и обработки фунгицидами, они бесполезны. Только обработаешь, смоет дождь сразу же. Потому что через 2 часа опять у нас обещают дождь. Бесполезные обработки. Сода очень хорошо помогает от мученистой росы. То есть она ее убьет сейчас на розах. Вот, видите? Страдают чайно-гибридные розы очень сильно от мученистой росы. Поливается куст сверху полностью. Поливаете куст одной рукой. Очень менее удобно. Вот таким образом. Из лейки поливаете весь куст. Вот. Хорошо. И под кустом землю. Потому что, как я всегда говорю, что грибок живет в земле. Вот. А на листьях вы видите споры гриба. Вот. Этого будет достаточно, чтобы мученистая роса погибла. Венроза. Эта роза очень сильно подвержена мученистой росе. Болеет она ею все лето. Если другие розы не болеют, а эта роза будет болеть. Ее постоянно. Я ее дополнительно всегда обрабатываю. Но из-за того, что дожди. Вот. Сейчас уже видите, как выглядит побег. Вот. Пораженный мученистой росой. Вот так поражает. Поэтому я сейчас вот эти побеги, больные которые, срежу вместе с цветами. Конец сентября. Поговорим об обрезке роз. Вот у меня вот такие розы, шрабы. Это вестерленд. Этим кустам 9 лет уже. И кусты, конечно, такие требуют формирования и омоложения. Я показывала, как у меня вырастают молодые побеги. Вот это молодой побег, который крепится на ветке. Вы видите, дала роза мне. Вот он он. Это не базальный побег. Вот стоит базальный побег, который вырос. Вот он на розе. Это базальный побег вырос на розе. И в этом году мне розы дали очень много базальных побегов и молодых побегов. Для того, чтобы я могла обновить свою розу. До конца сентября я показывала, что я не обрезаю плоды, которые образует роза. На таких побегах. Почему я этого не делаю? Вообще никакой обрезки не делаю таким ветвям. Чтобы не вызвать рост боковых побегов у этих веток. Моя цель сохранить вот этот побег до весны. И чтобы он вызрел. Вот сейчас побег совершенно вызрел. Абсолютно. На нем коричневые, видите, шипы. Даже вот в верхушке ветки. Он абсолютно вызрел. И в этот момент я начинаю обрезать плоды. Вопрос очень спорный. Нужно обрезать плоды на розах или нет? То есть существует два мнения. Если обрезать плоды розы, то из боковых пазух листьев роза может дать побеги. У нас тоже это может случиться, если будет стоять очень затяжная теплая осень. Но это, я считаю, менее вредно для розы, чем выращивать и кормить семена, которые роза будет сейчас еще выкармливать до самой-самой поздней осени. Где я срезаю эту ветку? Прям только соцветия. Одно соцветие срезаю. Вот здесь. Вот. Видите, это первый пятилистник. Из него был побег и роза цвела. Вот здесь я срезаю. Вот тут. Не над каким первым пятилистником нет. Я стараюсь срезать только соцветия. И все. Слышали, какой хруст? Это значит, что побег замечательно вызрел. Вот этот. Я вот этот старый побег осенью, то есть поздней осенью или ранней весной удалю. А оставлю вот этот молодой побег розе. Здесь тоже у меня вот этот базальный побег. Огромный базальный побег. Вот. Здесь, посмотрите, я вам покажу результат. Здесь ветром сломала у меня побег. Ветром. Ветро у нас сильное. Мне пришлось его срезать. Вот здесь. Это было в конце июня. И роза мне дала вот такие вот побеги. Вот. Вопрос очень сложный. Вызреют эти побеги или нет. Если они не вызреют, но роза, да, потратила силы на них. Что делать? Вот здесь я показывала в ролике, что здесь мне поломало ветку. Ветром вот эту. И я ее срезала. Ну вот она вырастила вот в ветве. Видите? Результат. Если так получается. Эти ветви, я посмотрю, они вызреют или нет. Если они не вызреют, я их поздней осенью обрежу. Вот здесь ветку обрежу. Я сейчас пройду и обрежу все совершенно, абсолютно все. Вот я начала обрезку и обрезаю все плоды на розах. Это флорибунда айсберг. Она у меня цвела именно до сегодняшнего дня. На ней находились цветы. В связи с холодной погодой они открывались неравномерно. Вот там вы видите еще несколько цветов есть. Я туда еще не дошла. Но я ждала, когда у нее созреют вот эти веточки. Флорибунда представляет из себя кустовую розу, только маленькую. Ее называют в Европе кустовые розы со цветами. Эту розу. И раз она кустовая, это совершенно понятно, что это куст. И она ветвится. Куст ветвится. Как дерево, как все ветвится. Вот это ветви прироста этого года. Это после первого цветения прирост. А это после второго цветения прирост. Если это ветки достойные, вот достойная веточка, хорошая, толстая, после второго цветения, я их оставляю. Вот таким образом ветвится роза. Каждый год. Но во втором цветении нужно дождаться, когда эти побеги вызреют. То есть не срезать с них цветы, когда они отцвели, а дать розе постоять с этими цветами, с шипами, то есть с плодами, чтобы побег вызрел. Вот сейчас побег вызрел, и я сегодня срезала здесь соцветия. Только соцветия срезаю. И все. Все обрезку я буду проводить весной. Вот стоит, вот так. Обрезаю соцветия, и все. Это один цветочек у меня. Вон цветет роза. Я это вот эти побеги сейчас все молодые срежу. Они все равно цвести уже не будут. Вот они. Потому что они поражаются мучнистой росой сейчас. Вот эта роза айсберг, она будет цвести еще в октябре. Вот она. Видите, как она вся в бутонах стоит. Она будет цвести в октябре. Такую розу, которая сейчас будет цвести, Я, конечно, дам ей цвести этой розе. Пусть цветет. Откроются бутоны у нее или нет. Появятся у нее плоды или нет. Но она собралась цвести, и пусть цветет. Если сейчас обрезать ей, вот готовить к зиме ее, допустим, обрезать ей конец сентября, обрезать вот здесь вот с бутонами соцветия, она моментально даст вот отсюда побег, и начнет расти. Почему? Она не закончила свой жизненный цикл. Это роза. Вот, показывая вам, что происходит, если мы вовремя не сламываем бутоны с розы, отсветшие. Видите, вот здесь уже видна плесень. Плесень. Это плесень, это споры грибов. Вот, видите. Есть такое опасное заболевание бутонов, как батритис. Это бутоны, когда гниют. Именно в это время, вот грибок, видите, живет здесь. Вот. Плесень, если вам видно, плесень серая, плесень здесь. Вот. Что происходит? Вот, когда сламываем бутон, он уже начал гнить, вот здесь, видите, загнивает, и происходит гниение ветки, вот здесь. То есть, зараза разносится здесь вот по ветке. Здесь она вот живет, это зараза. Нужно пройти и срезать вот так соцветия. Вот здесь. Вот, обрезать все это. Ушли дожди. Видите, вот, происходит загнивание. Это не просто так, это грибы. Особенно пышно цветут чайно-гибридные розы, которые мы посадили этим сезоном. Почему они набрали силу и цветут? Вы видите розу Magic Moment. Цветет она, магический момент. Действительно магический момент. Очень красивая роза. Что делать с такими розами? Эта роза цветет уже, наверное, третий или четвертый раз. Она цветет, если посчитать тот порядок, который она наращивала, бутоны свои. То есть, сила роста у нее замечательна, у этой розы. И я ей дала цвести. Она цвела. Первые бутоны я выломала, которые у нее были, чтобы она нарастила ветви. И потом она все лето цвела. Эта роза. Я розы первого года не обрезаю вообще в течение лета. То есть, я ей только срезаю. Вот здесь, если вы видите, вот я срезала ей цветонос, и она дала тут же побег и цветет. То есть, она растет у меня, как дети живет, как я говорю, малые, сама по себе, как хочет эта роза. И только поздней осенью я сделаю ей минимальную обрезку. То есть, я, конечно, обрежу ей вот эти цветы, сделаю ее покороче, чтобы она не могла, то есть, не ломала ее снегом. Вот. Минимальную, абсолютно, обрезку сделаю этой розе. Потому что это роза первого года жизни. Но таким розам нужно дополнительное укрытие, конечно. Я их окучиваю выше, на высоту 40 сантиметров, с сухой землей окучиваю. И укрываю после окучивания эту землю пленкой сверху, для того, чтобы у нее не мокли корни, чтобы побеги были в сухой земле. Либо ставлю ведро, укрываю дополнительно такие розы. Почему? Потому что у них очень хрупкие, слабые и плохо вызревшие побеги. Как бы мы ни старались, но она будет свистеть, и это чайно-гибридная роза. У нее нет волн цветения, она цветет постоянно. Чайно-гибридные розы на юге цветут постоянно, и до поздней осени. И ничего тут не сделаешь. Будешь резать ее, она все равно будет цвести, и цвести, и цвести. Вот как делает это Magic Moment. Вот. Поэтому обрезка минимальная в течение сезона. Осенью чуть-чуть подрезать ветки, чтобы не сломало ее снегом. Обеспечить дополнительное укрытие. Ни одна роза у меня не погибла. Еще. Ашрам роза, чайно-гибридная роза. Это роза осенней посадки, прошлого года. У нее более созревшие стебли, более мощные. Вот она давала уже куст, наверху дала, видите, как разветвилась она, она вся цвела. И вот этот прирост, это первого года прирост. Вот он. Видите? То есть этого года. Это базальный побег этого года. Вот. Как я сохраняю такие базальные побеги этого года? Если я буду его срезать, вот если бы я его срезала, я его срезать не стала. Вот он рос. Видите? Вот этот базальный побег. Рос, рос. И вот здесь он свел наверху. Здесь у него был цветок. Я цветок ему отломала вот здесь, но он у меня не спрашивая, выдал из первой настоящей листов, вот видите, трехлистник, а из первого, вот первый настоящий листок, пятилистник, он выгнал ветку и снова цветет. Вот. Но если бы я его срезала, вот до первого пятилистника, вот здесь, до первого пятилистника, то он бы выгнал вот этот базальный побег не одну ветку. Обязательно выгнал бы не одну, А выгнал бы вот еще, и вот тут выгнал бы, и еще ниже мог выгнать. То есть, иными словами, был бы вот такой пучок разветвленных веток. Понимаете? Это больше ослабляет розу. Поэтому я на вот таких базальных побегах, которые роза дает первого года, эта роза молодая, вот, совершенно, я ей делаю вот так, выламывая у нее цветок вот здесь, и пусть она даст вот эту ветку, одну, потому что у нее сохранена вот эта ветка и вот еще ветка. Она, как правило, дает одну ветку и цветет на нем, видите? Вот, на этой ветке. Но не дает вот такой пучок, видите? То есть, не ослабляет. Вот этот побег, это прошлогодний побег, толстый, видите какой? Ну, и она, на нем она цвела пучком, вот так. А здесь она вот так у меня процвела, и побег у меня вызревает вот этот, хорошо. Вы видите, однократно цветущий шрап алхимист. Вот, эту розу в этом году я обновляла. Она у меня дала прирост. Это прирост третьего порядка. Вот этот прирост, который вы видите. Как я обновляла эту розу? У меня есть ролик на эту тему. Это очень тяжелый труд, но коротко я сейчас покажу. В позапрошлом году я, вот этот толстый побег, у меня достигала роза 2,5 метра, который вы видите. Вот ствол его. В позапрошлом году я срезала макушку этого ствола, полностью макушку срезала, и она мне в позапрошлом году дала прирост. Вот этот прирост. Побеги вот эти достигали 2,5-3 метра, вот эти, к осени, к осени, вот эти, позапрошлом году. Я их осенью обрезала, где-то на высоту 1,70-1,80 метра. А весной я сделала обрезание еще раз этого побега, вот он он, побег обрезан, на высоту где-то 1,30-1,40 метра. И роза начала мне в прошлом году гнать побеги. Вот она выгнала мне вот эти побеги, это все прошлогодние побеги. Вот они, побеги. Вот, эти побеги цвели, до осени они зрели, я их обрезала, и роза формирует у меня теперь 3-го порядка побеги на них. Вот такой же побег, это позапрошлогодний побег. Вот, в прошлом году были вот эти приросты, которые вы видите сейчас. В этом году она дала мне вот эти приросты, которые цвели. Вот, приросты цвели. И на них, на этих, после цветения этих приростов, она сформировала еще ветви. Вот, ветви. Эта роза цветет на побегах прошлого года. И если ей оставить вот этот побег длинный, плетистая роза, она может достигать 6 метров побеги у нее. Она цвела бы на концах побегов, вот здесь. Но, поскольку я формирую шраб, куст, розы, то вот эти побеги у меня свободно росли. Видите, какой длинный побег? Вон она откуда начинается, вот где он заканчивается. Почему я не обрезала эти побеги раньше, если я формирую куст? Для того, чтобы вызрели ветви. Но, где-то в конце августа, начало сентября, я прищипнула эти побеги, вот, видите, и добиваюсь вызревания этих побегов. Обрезать эту розу я буду перед заморозками в октябре. Делаю это я для того, чтобы вот это, сформировать ей полупручный скелет. Вот они растут, их, они где-то высотой метр двадцать, полтора метра. Обрежу я их пополам, по семьдесят сантиметров они у меня будут, эти ветки, но будет это в октябре месяце, для того, чтобы сформировать скелет розы. Да, на следующий год она будет цвести плохо, слабо. Она выбросит ветви для цветения, но не так обильно. Но зато у нее сформируется скелет, и уже через год она будет прекрасно, прекрасно цвести, эта роза. Обрезка роз это постоянный и очень ответственный момент в жизни наших роз. От того, как мы обрезаем розы летом, от того, как мы формируем розу весной и осенью, зависит жизнь наших роз в саду. Будут ли они пышно цвести, смогут ли они противостоять непогоде. Все это, конечно, зависит от правильной обрезки роз и формирования куста. Я надеюсь, что мой ролик принес вам пользу. Поставьте мне, пожалуйста, лайк за мою работу. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго вам. До свидания. До новых встреч на моем канале. До свидания.